Всем привет! Меня зовут Сергей Савин. Я рассказываю о рыбалке и показываю красивое. Да, и в Подмосковье можно встретить красоту, тишину и даже рыбу поймать. Погода, сами видите, шепчут. Поэтому мой короткий обзор сегодня это зимнее термобелье. Комплект термобелье Amatoma Chic Layer. Двухслойное, то что мы видим на этикеточке до минус 25. Этикеточкам можно верить, можно и нет. Мне точно можно верить. Штанишки. Фуфаечка с длинным рукавом. Штанишки ставим отдыхать и я вам коротенько, потому что рыбы ждать не будет. Поведаю, что есть термобелье Amatoma. Не подумайте, что мне его выдали для того, чтобы я лапшу на уши вешал. Нет, я накануне был в Калуге, заехал на склад и купил себе комплект вот этого термобелья, потому что я носил до этого точно такой. Носил достаточно долго. Три сезона зимнего спиннинга. Это как минимум 150 рыбалок каждый сезон, плюс ежедневные стирки. В общем, какая-то ужасная судьба была у предыдущего комплекта моего термобелья. Не позавидуешь ему. И, конечно, такие вещи, как термобелье, любая зимняя одежда, чем они новее, тем они теплее, скажем так. Лучше работают, чем какие-то заношенные до дыр. Поэтому экономия выйдет боком. Все-таки морозы ударят и мало не покажется. Чтобы целый день комфортно себя чувствовать на берегу водоема в зимний период, нужно одеваться правильно. Наверное, вы слышали о трех слоях зимней одежды. Это термобелье, флис и теплые мембранные куртки. Ключевое слово мембранные. Потому что все они, каждый из этих слоев, служат для того, чтобы отводить излишек тепла и влаги от вашего тела. Для чего это нужно? Ну, простыми словами, вот идете в сторону морчугов, тут полчаса быстрым шагом, приходите весь в мыле и не знаете, то ли вам выжимать кальсоны от пота, то ли рыбу ловить. Термобелье Матома такого не происходит. Вы просто сели, попили чайку и за эти пять минут вы абсолютно сухой и готовы ловить этих проклятых щук. Да, поэтому мой выбор относительно, может быть, здесь не в пользу каких-то брендов, а просто в пользу в проверенных вещей. Я сам приложил руку и к разработке этой модели. Долгое время носил, тестировал, рекламировал. Может быть, так можно тоже сказать. Но дело-то не в этом. Вещи хорошие и плохие бы я носить и покупать, тем более, не стал. Ну, а сейчас вечерка. В процессе еще расскажу вам, распакую, покажу, как это все выглядит тактильно. Какие-то еще нюансы, плюсы-минусы, возможные недостатки. Все в процессе. Надеюсь, уже было интересно. Пока-пока. Меня ждут те самые злые щуки.